Для этого берем ключ шестигранный номер 4, вот такой самый обыкновенный ключ, любой формы, какой он может быть, и приступим к регулировке. Самое распространенное, вы открываете ваше окно, и у вас низ, вот здесь, вот в этом месте, начинает додевать. Это от того, что провисла створка, нам нужно увести створку вверх и в сторону верхней петли, вот она, то есть нужно к ней увести и приподнять немножко вверх, регулируя нижней петлей. Советовал немножко, все-таки, увести сначала верхнюю петлю, что для этого нужно сделать? Вот, берем шестигранник наш, манитуры бывают разного типа, ну вот, на данный момент, вот она называет тамака. Вот здесь вот, поднял и открыв створку, мы увидим, что в торце наших ножниц, вот это называется, поворотно откинуть. Здесь в торце есть отверстие под наш шестигранник, в который мы вставляем наш ключ, поворачивая его по часовой стрелке, мы начинаем ввести створку в сторону петли, сюда мы ее тянем. То есть, соответственно, нижняя часть ее приподнимается, много не нужно, несколько оборотов, после этого мы закрываем. Если у вас было небольшое прорисание, этого может быть достаточно, если же еще продолжают задевать, нам нужно створку немножко приподнять. Для этого мы снимаем колпачок с нашей нижней петли и сверху, вот сюда, вставляем опять же тот же наш шестигранник. И начинаем поворачивать его по часовой стрелке. Створку можно приоткрыть, чтобы мы видели. Раз повернули, толкнули створку, еще раз повернули. Еще по часовой стрелке мы приподнимаем створку. Этим мы добиваемся того, что задевание прекращается. Что еще хотелось бы сказать по поводу регулировки створки. Здесь имеется под шестигранник, в торце петли, ключ можно вставить как с этой стороны. Делать неудобно. Мы можем вставить его с этой стороны. Вот видите, отверстие, да? Под тот же шестигранник. То есть, поворачивая его, в одну или в другую сторону, мы двигаем низ нашей створки. Туда-сюда. То есть, это для чего делается? Бывает, что створка задевает вот в этом месте. То есть, касается вот этой своей части. Нам нужно низ немножко подать в сторону. Для этого мы просто этим винтом вводим створку немного в сторону. Если большой перекос, то мы можем это делать одновременно верхней петлей и нижней. То есть, вводя всю сторону, всю створку в сторону. Если задевание, например, происходит где-нибудь вот здесь и так далее. Вот так регулируется такой тип фурнитуры. Все, как видите, очень просто. Но это еще не все. Что еще есть в этой фурнитуре? Значит, прижимы. То есть, это когда у вас, ну, вы чувствуете, поддувание идет по метру створки и так далее. На такого типа фурнитура регулируется таким вот образом. Если мы откроем нашу створку, то мы по всему периметру, видите, да? Вот он. Он, как вы видите, имеет форму немножко овальную. Эти прижимчики по периметру заходят каждый в свою ответку. Вот она, ответка этого прижима. Когда мы поворачиваем ручку, прижим заходит вот сюда на свое место. Если мы этот прижим будем поворачивать, а он поворачивается, так вот берем просто пассатижи и я вам показываю, да? То есть, если мы сейчас его выставим перпендикулярно створке, видите, да? То есть, это будет максимальный прижим. Параллельно створке это будет минимальный прижим. То есть, можно поставить средний. В общем, вы делаете прижим такой, как нужен вам. Можете летом и зимой делать его разным. Таким образом, вы регулируете примыкание створки к раме. Вот еще одна разновидность прижимов, которая регулируется непосредственно в самой ответке. Здесь вот по шестиграннике есть отверстие, в которое мы вставляем ключ. И поворачивая его, мы двигаем. То есть, вот эта часть ответки, она двигается. Нам нужно подвинуть ее так, чтобы она была как можно ближе к улице. Вот такой вот еще тип прижимов бывает. Значит, еще хочу рассказать о прижимах петли. То есть, поддувать может еще со стороны петли. Вот в этом месте. Для этого петля прижимается. Как это? Если снять колпачок, вот на этого типа фурнитуры, мы увидим вот здесь отверстие такое под звездочку. Т, маркировка Т называется. То есть, берем обычную насадку. Вот такую. Купить можно где угодно. Вам нужно либо Т-10, либо Т-15, в зависимости от какая фурнитура. То есть, они бывают разного размера, эти винты. И просто вставив сюда эту звездочку, поворачиваем по часовой стрелке до упора. Повернув до упора, вы прижмете максимально створку к раме. Влево, соответственно, против часовой стрелки до конца повернете максимально, отодвинете петлю от рамы. Поворачиваем по часовой стрелке. Теперь, что касается верхней петли. Хотел бы обратить внимание, что здесь вот есть на фурнитурах в основном, вот есть такой язычок. Это на поворотно-откидной чаще всего бывает. Вот это блокиратор, ограничитель. То есть, если он не нажат, вы ручку не повернете. То есть, ни вверх, ни вниз. Если мы его нажмем, то ручка начинает поворачиваться. Чтобы отрегулировать прижим верхней петли на данного типа фурнитуры, нам нужно створку откинуть. Для этого мы нажимаем одним пальцем, параллельно ставим наш язычок и поднимаем ручку вверх до откидывания. То есть, мы одновременно откидываем и открываем створку. После этого, вот здесь, мы увидим под шестигранник вот такую вот бубышку. Вставив сюда наш шестигранник и поворачивая его, он вертится не по центру, он от центра к краю и в центре. Приблизивая его максимально к краю, вот к этому, мы прижим увеличиваем. Отдалив, соответственно, его дальше, мы прижим уменьшаем. То есть, просто поворачивая его ключом. После этого, соответственно, створку нужно вернуть в исходное положение. Также нажимаем язычок, створку возвращаем на место и поворачиваем ручку. То есть, все, створка встала. Что еще хотелось бы сказать по поводу этой фурнитуры? Ну, к примеру, ручка. Многие просто не знают, как поправить ручку. Если она у вас разболталась или сломалась, вам нужно ее заменить. Просто чуть на себя и поворачиваем вот эту пластину. Здесь обычные два винта, которые нужно открутить и прикрутить новую ручку. То есть, все элементарно просто. Некоторые этого не знают. Что хотелось бы еще раз сказать по поводу этой фурнитуры. Бывает у вас ручка при закрытии створки, ручка не поворачивается. Это может быть из-за того, что ваш микролифт, вот этот язычок, проскакивает мимо своей ответки. То есть, если он не нажмется на свою ответку, ручку вы не повернете. Соответственно, как это устроено? Мы просто регулируем створку. Помните, я рассказывал, двигаем вниз, двигаем вверх, в сторону ручки. Соответственно, добиваемся того, чтобы язычок стал упираться в свою ответку и нажиматься при закрывании. Возможно, что у вас не язычок такой, а стоит клипса с пружиной вот здесь, в этом месте. Тогда вам ничего регулировать не надо. Эта клипса нажимается, как правило, просто при закрытии о раму. У нее нет никакой ответки. Но чаще всего стоят вот именно такие язычки. И бывают разные формы, но функция у них одна и та же. В отличие от фурнитуры, которую я уже показывал, отсутствует микролифт, язычок, помните, о котором я говорил, да? Здесь есть такая вот клипша. Вы когда откроете, вы видите вот здесь вот клипшу, вот она. То есть, здесь откидывается створка за счет того, что эта клипса нажимается. Она с пружиной. Вот. Эта клипса нажимается, упираясь в створку. И, соответственно, ручка откидывается. Вот. Еще особенность регулировки этой фурнитуры. Здесь, чтобы отрегулировать верхнюю петлю, нужно откинуть створку. Иначе нет. То есть, здесь вот внизу есть подключик прижим петли верхней. И есть подключик эксцентрик для движения створки влево-право. То есть, поворачивая на нужное вам расстояние, вы двигаете створку. Для того, чтобы откинуть, вы просто наживаете клипсу, которую я вам только что показывал. Вот она. Еще раз вам покажу ее. Вот она, эта клипса. Вы нажимаете, одновременно поворачиваете ручку вверх, чтобы откинуть створку. Вот. Возвращаем все в исходную таким же образом. Режимы на такой фурнитуре регулируются немножко по-другому. Здесь вот под шестигранник есть такие вот прижимчики. На них есть под шестигранник отверстие. Вот. Видите, да? То есть, поворачивая его, на нем вы увидите точку. Здесь есть точка. Вот она. Если присмотреться, вы увидите здесь точечку маленькую. То есть, чем ближе к улице точка, значит меньше прижим, чем ближе к комнате точка, значит прижим более. Вы просто поворачиваете этот прижимчик ключом в нужное вам положение. Прижим нижней петли здесь не регулируется, а двигается створка так же, как я вам показывал, шестигранником сбоку.